здравствуйте в эфире программа лицом к лицу и я евгений огарков садись 13 беглому президенту виктору януковичу суд в киеве заочно объявил приговор фемида признала его виновным в государственной измене приговорив к 13 годам лишения свободы обвиняемый по традиции на суд не пришел и на видеосвязь не вышел с 2014 года беглый президент скрывается в россии приговор мы обсудим с адвокатом семьей небесной сотни это павел дикань павел и вас приветствую в нашей студии вот действительно сколько тянулся этот приговор то есть не один год и 13 лет ну как вам этот результат что вы думаете процесс по януковичу шоу фактически полтора года для первого процесса который велся по правилам заочного судопроизводства но учитывая что это и реально пробный шар такой я думаю что это не даст ну не очень долго с одной стороны долго с другой стороны это более менее приемлемо потому что мы видим процесс который длятся гораздо дольше украине защита януковича называет этот приговор политическим преследованием вот вы как человек который знает юриспруденцию хорошо что можно назвать можно ли назвать этот процесс вот действительно политическим преследованием как он выглядит на практике ну с моей точки зрения это не так с моей точки зрения в данном случае прокуратура выглядела достаточно профессионально в этом процессе от один из приятных редких случаев когда прокуратура действительно исполнила свои функции предоставила надлежащее доказательство вины и с моей точки зрения как юриста они полностью доказывают вину януковича признаков политического преследования в деле, которое касается государственной измены бывшим президентом, можно, конечно, найти много и назвать все, что угодно политическим преследованием, но сам факт обращения к руководству другой страны с просьбой ввести войска на территорию своей страны, ну, мне кажется, этого достаточно. Как считаете, вот какие аргументы помогли нашей стране украинской выиграть это дело? Вот что для вас было таким весомым, что могло повлиять на суд? Ну, вы знаете, мне кажется, что это дело с точки зрения, вот, как я уже сказал, юриспруденции, с самого начала было достаточно простым. Нужно было выяснить, обращался ли Янукович с такой просьбой. Прокуратура доказала с помощью экспертиз, с помощью иных доказательств, что факт обращения такого был. Но это же документально зафиксировано, но это доказать достаточно было просто. То есть все остальное, что вокруг было, вот все эти многочисленные свидетели, которые неизвестно, что доказывали, да, касательно там сепаратизма действительно, видимо, не удалось доказать, и суд в этой части отказал. Меня, честно говоря, в этом процессе больше всего удивило, мягко говоря, это позитивные характеристики Януковича, подписанные Анной Гермой. Герман, на основании которых суд посчитал, что это является смягчающим обстоятельством, которое позволило им уменьшить срок с 15 до 13 лет. Ну, это вообще, как бы, за пределами всего юридического и морального, и понятия справедливости. И вот это реально возмутило. А все остальное процесс прошел, с моей точки зрения, достаточно неплохо, учитывая то состояние законодательства, которое, ну, в Украине на настоящий момент, очень непроработанное законодательство. Это основная недостатка. Павел, вот вы говорите, что достаточно было доказать того, что Янукович обращался к Путину с просьбой ввести войска. В чем тогда, вот действительно, почему заключался вот эти полтора года? Почему нужно было так долго? Вот эти, действительно, эти допросы свидетелей, первых лиц государства. Зачем? Ну, во-первых, там все-таки обвинение было не только в государственной измене, и нужно было доказывать обстоятельства совершения других преступлений. Во-вторых, нужно понимать, что процесс всячески затягивал со стороной защиты. Я уже не сосчитаю количество адвокатов, которые входили-выходили, возвращались в процесс, заявляли протесты, ознакомления и прочее, и прочее, и прочее. Половина времени процесса, это было вот эти процедуры по затягиванию со стороны защиты. Защита Януковича говорит о том, что они будут обжаловать приговор. Имеют право, по сути. Безусловно. Как бы, по вашим прогнозам, сколько это может затянуться? Если только вот, да, этот процесс затянулся на полтора года. Ну, смотрите, на самом деле, в уголовном процессе, в апелляционном производстве можно вернуться к изучению доказательств. Еще раз, если защита докажет обоснованность, необходимость этого. Поэтому, ну, теоретически я оцениваю до года. От полугода до года. Где-то так, в этих пределах. А вот в то же время, допустим, суд отклонил обвинение в оказании помощи преднамеренным действием с целью изменения государственных границ. Такая сложная формулировка. Почему так? Ну, вы знаете, я же все-таки не являюсь стороной процесса. Мне трудно оценить. А приговор был только вчера. Да, поэтому я не возьмусь сказать на основании каких романов. В данном случае, если коротко, то, значит, прокуратура в этой части обвинения не сумела надлежащим образом доказать. Хорошо, давайте попробуем смоделировать с вами вот ситуацию, что будет дальше. Например, ну, понятно, что непонятно, насколько затянется там процесс апелляции, эта подача. Если только там дело, я, если я не ошибаюсь, там 8 часов оглашали приговор, да, и сколько там томов уже я не могу сосчитать этого дела. То есть вы представляете, будут пересматривать апелляцию и все такое. Что дальше? Вот, например, оставят срок, ну, приговор в силе. Как вот дальше действовать украинскому законодательству? Как действовать для того, чтобы получить доступ к телу, так сказать? Ну, это самый сложный вопрос. Ну, во-первых, у защиты все равно остается обращение еще в кассационную инстанцию после апелляции, хотя решение вступит в силу, безусловно, после апелляционного рассмотрения. Украина в данном случае, безусловно, должна обратиться к стране пребывания Януковича с требованием его выдачи. И, безусловно, нам в этом откажут. Однако, точно так же, в случае, если Янукович захочет покинуть территорию России, то в любую другую страну, либо через механизмы Интерпола, либо по межгосударственным обращениям, точно так же Украина обращается и требует выдать лицо, осужденное по судам Украины, по законам Украины. И если это будет не Россия, то шансы уже иначе выглядят. Но до изменения, безусловно, политического или административного изменения в России, Российской Федерации, шансы на выдачу Януковича оттуда, я думаю, минимальны. Ну, то есть, получается, что после того, как приговор вступит в силу, его могут внести базы Интерпола, да, допустим? Ну, безусловно. Понятно, что за границу он не сможет, за пределы России не сможет выехать. Россия, согласно, вот если Янукович попадет в базу Интерпола, она же тоже будет обязана его выдать, получается? Ну, к России уже обращались с запросом по поводу Януковича, когда он находился в базе Интерпола. Но тогда, например, не было решения суда, к примеру. Ну, Россия точно так же скажет, я прогнозирую, как бы, или предполагаю, что они заявят, что это политическое преследование, и в связи с этим не выдадут. Мы на это повлиять, к сожалению, не можем. А как в таком случае? Кому обращаться? Куда это? Как вообще, ну... Вот, к сожалению, этот механизм на этом заканчивается, это пока Янукович не попадет в другую юрисдикцию, мы, страна Украины, ничего не сможет сделать. Мы не можем насильно его вывезти из России, мы не можем обжаловать это решение России. Это суверенное государство, которое само принимает решение. Вопрос компенсации, например, тех же убытков. Как здесь можно реализовать этот момент, те, которые Янукович нанес государству? Как здесь действовать? Может быть, знаете, какие-то там рычаги влияния или санкции, или там тоже Межигорье, допустим, до сих пор стоит, там продать его и рассчитаться с государственными долгами какими-то? Ну, в любом случае есть имущество, которое принадлежит Януковичу, которое находится в Украине, за пределами Украины. На это имущество будет наложен арест, и за счет этого имущества будут получены денежные средства в рамках этого процесса, которые присуждены. Но, насколько я понимаю, в настоящий момент готовится еще несколько судебных процессов. Во всяком случае, Печерский суд рассматривал разрешение на заочное специальное судебное расследование в отношении Януковича и ряда высших чиновников, и там, вероятно, суммы будут больше, и возникнет точно так же вопрос касательно обеспечения этих сумм через имущество. Может, это будет Межигорье, может быть, будет иное имущество, которое будет выявлено или уже выявлено. А вопрос вот санкций. Тут я понимаю, что не ваша юридическая плоскость, но все же, как вы считаете, может ли Европа пойти на то, чтобы или там Америка ввести какие-то дополнительные санкции за невыдачу там Януковича или арестовать какие-то активы, которые за границей, можно их будет потом компенсировать Украине как убытки государства? А вы имеете в виду активы России? Активы Януковича или они уже все там, получается, арестованы? Я думаю, что вопрос ареста активов Януковича, это вообще не касается России, это должна выполнять Украина. А санкции за невыдачу, ну, честно говоря, мне неизвестны такие случаи. Ну, Россия совершает достаточно много действий, за которые она и так получает санкции, и, скорее всего, они будут развиваться и дальше, но вряд ли это будет связано с делом Януковича. Спасибо большое, Павел, за то, что нашли время прийти к нам в студию. Гостем программы «Лицом к лицу» был юрист, адвокат «Семей небесной сотни» Павел Дикань. Я, Евгений Огарков, прощаюсь с вами до следующего эфира на ЮЭТВ.